Если вы хотите узнать, как прошло открытое бета-тестирование Flame RP, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Вот вы знаете, не так давно у меня выходил видеоролик про Monster RP, Monster Mobile и всё-всё-всё прочее, где рассказывал о том, как вот сервер, который вроде как успешен в GTA Samp, как DM и Гангвард Проект, открывается с рулеплейным модом на андроиде, на мобилке GTA Samp и вот на всём, на всём прочем. И то, почему у них это особо сильно-то и не получилось. То есть там прям были названы причины того, почему Monster, ну, как бы провалился, мягко говоря. И вот совсем недавно я также выпускал видеоролик о том, мол, Arizona RP против Flame рулеплей, ну, разумеется, это был такой, знаете, огромкий заголовок, потому что я просто, ну, вот так вот сказал. Да, там были слова про Arizona Mobile, но больше всего там, конечно же, было про Flame рулеплей на этот самый андроид. Поэтому сегодня у нас продолжение той самой рубрики Arizona Mobile против Flame RP, или там Flame, рулеплей Mobile против Arizona RP, сам пандроид и вот эти вот все вещи. И сегодня я вам расскажу о том, как прошло у данного сервера открытие, потому что, ну, возможно, многим интересно, возможно, многие-то не знают, как всё это вышло, как всё это произошло. Поэтому сегодня я вам обо всём этом расскажу и подведу некоторые итоги. Также сравню с Monster Mobile вот всё вот это вот, знаете ли, открытие Flame RP, потому что под тем самым видеороликом мне оставил комментарий, знаете ли, основатель, создатель, разработчик данного сервера, который вот всё это будет открывать. Конечно, комментарий был не особо такой, знаете, информативный, тем не менее, я ему за это благодарен. Как бы основатель, он смотрит все видеоролики касательно своего проекта и вот хочет знать, что вообще думает народонаселение обо всём вот этом вот его проекте. Так вот, не так давно закончился открытый бета-тест проекта сервера мобильного для сам Пантроида Flame RP. И, в принципе, как сообщает одно из изданий, которые я не особо люблю называть, вы его всё равно увидите, когда там будут всякие вот эти, знаете ли, видеопрезентации, слайдшоу и всё-всё-всё прочее, то есть там вот вы всё это увидите. И, в принципе, как показывает, как рассказывает данное издание, в принципе, обо это прошло вполне неплохо. Если сравнивать, а с кем сравнивать? Ну, в самом деле, непонятно, потому что по итогу это издание, оно просто пишет, что вот да, прошло открытое бета-тестирование и прошло оно удачно. Почему оно прошло удачно, никто не рассказывает. Как бы мы сами должны вот читать или журнал додумать, почему вот оно прошло удачно. Потому что до этого они писали, что монстр мобайл, он провалился, что там, знаете, открытое бета-тестирование было неудачно. Потому что, потому что, потому что, а тут у нас флейм роли-плей, и вот открытие прошло удачно. И всё, что они тут рассказывают, всё, что они тут показывают, это онлайн. К сожалению, я на открытии не был. Меня, как, знаете, какую-то прессу, какого-то, знаете, репортера, а самповского мобильного журналиста туда не пригласили. Всё это посмотреть и вообще сказать, что я обо всём этом думаю. Поэтому моё мнение будет такое, знаете ли, скомканное. Вот из какие-то выжимки из журналов, которые уже есть в GTA Sampe, которые там уже что-то они там рассказывают, и вот так вот. Поэтому в следующий раз, разумеется, нужно меня будет позвать на открытое бета-тестирование, чтобы я зашёл, а такой вот, знаете, затестил и сказал, что вот, допустим, флейм роли-плей крутой проект. Или там, я не знаю, а мордор роли-плей, вот это говно проект. Или там, не знаю, онлайн роли-плей. Да, я просто из головы всё это беру, потому что я не играл ни на каком из этих проектов. Какая вообще разница, нужно ли играть на каком-то проекте, чтобы сказать, что он говно? Я думаю, что нет. Так вот, ну флейм-рп так-то нормальный сервер, но, блядь, чё-то они всё с аризоны, конечно, украли. Вот это вот плохо, вот это я не одобряю, вот это вот говно, конечно. Значит, онлайн, который был на флейм роли-плей, составил, ну, максимальный, рекордный. Составил 268 человек. Это, ну, больше, чем в два раза больше, чем на монсор мобайл во время их открытого бета-тестирования. А средний онлайн 235. Это тоже больше, чем в два раза больше, чем в два раза больше, чем на монсор мобайл. Да и, в общем-то, как-то так всё это оно и произошло. Да. И что можно сказать из всего этого? Я рад, что у этого человека, которого, знаете, почему-то хейтят. Я не знаю, я выпустил тот видеоролик, там столько набежало хейтеров этого самого проекта. Да и в комментариях, когда вот постились какие-то новости насчёт данного проекта, постоянно находились какие-то люди, которые были недовольны данным сервером, данным человеком. Да и вообще вот всем, чем только можно было быть недовольным, они были недовольны. Говорили, что там, я не знаю, украли сырье зоны, а украли ещё откуда-то. Возможно, это какой-то рофл, да, внутренний, там, на этом самоповском журнале. Какая вообще всего этого разница, если оно как бы, ну, ну, такое себе, да, скажем прямо, ну, ну, такое себе. Однако, что можно сказать в само вот это вот заключение? Конечно, хорошо, что какой-то неизвестный человек с неизвестного канала открыл свой неизвестный сервер и собрал больше, чем легенда о GTA Sam по MonsterDM. Это, разумеется, хорошо, человек реально красава, при том, что ему всего-то 17 лет. Но, по-моему, Максимке Кудрявцу, основателю Вольф Роллиплей, тоже было около 17-18 лет, когда он всю свою вот эту вот кашу заварил. Однако, я не играл на Flame Роллиплей и сказать точно, что там было, я не могу. И поэтому моё мнение, оно субъективно основанное на каких-то вот этих, знаете, журнальных выводах. Возможно, вы поиграли на Flame Роллиплей, можете сказать, как там вообще всё это было. Делитесь своим мнением в комментариях, я всё это прочитаю, что-то, возможно, пролайкаю, а что-то, возможно, задизлайкаю. В общем-то, что напишите, то и будет. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, геймплей от данного видео был заснят на проекте Arizona RP сервере Phoenix. Айпишник данного сервера есть в описании. Там же в описании есть мой телекрам-канал, переходите туда, подписывайтесь, там более уже 500 человек следят за всей информацией. И вообще, они там подписаны, и вообще, у них там всё круто, замечательно, поэтому заходите, подписывайтесь. Не будьте вообще, вот, в самом деле, вот этой, знаете, белой вороной, когда все уже всё знают, а вы такие, а что, где, какие-то серверы открываются, какие-то ролики выходят. Вот, чтобы такого не было, подписывайтесь на телекрам-канал. Всем спасибо, хотя, за что, всем пока, хотя мы вроде бы и не здоровались, ну, да. Субтитры сделал DimaTorzok